Субтитры сделал DimaTorzok Если вы не начали качать эту веточку, начните ее хотя бы ради третьего дедушки Данный танк очень классно себя чувствует в рандоме Также не будем забывать, что Wargaming уже анонсировали глобальную карту для World Tanks на консолях Да, скорее всего ГК будет на десятках, но как практика показывает, есть клановый режим на десятых левелах, есть клановые режимы и на других уровнях И восьмые тут не проходят мимо Из трети в этих клановых режимах одна из самых востребованных машин Итак, что же интересного в данном танке? За что так любят его многие танкисты? Во-первых, это его броня Но, посмотрев на характеристики бронирования ИСа третьего, мы увидим тут очень скромные характеристики Бронирование корпуса во лбу данного танка всего лишь 110 мм Бронирование бортов 90 мм Корма 60 Корма и борта тут особо не удивляют, борта наоборот, для восьмого уровня достаточно хороши Учитывая, что там еще найдется достаточно небольшой такой фальшборд Вот борта тут в принципе претензий нету Но 110 мм во лбу корпуса, согласитесь, для восьмого уровня это очень мало Но, посмотрев на сам танк, мы увидим, что лоб корпуса у ИСа третьего имеет необычную форму Ровные полки, которые были на обычном иссе, куда-то исчезли, а вместо них появился прекрасный щучий нос Благодаря этому наша броня имеет наклоны По факту приведенной брони гораздо больше тресловутых 110 мм Я думаю, многие из вас знают, что в лоб ИС-3 все-таки пробивается неохотно Можно зацелить в НЛД, попасть в крышу или выцелить лючок Или наоборот, подловить деда, когда он довернет корпус и подставить щеку Непробиваемых танков в нашей игре нет Но эта читерская броня ИСа третьего так часто ловит нужные нам непробития Благодаря которым мы остаемся в бою и не идем в ангар Самое приятное, что на ИС-3 смогут танковать даже новички Держи танк ровно, по возможности прячь НЛД и ставь танк ромбом Клинче своим стволом мешай противнику выцеливать люк мехвода или уязвимые места на башне Все остальное танк сделает сам за тебя Бронирование башни выше всяких похвал Лоб 249 мм, борта 172 мм и корма 100 Цельная летая башня имеет необычную форму При веденке в определенных местах больше номинальной брони В лоб башни ИСа третьего пробить очень тяжело Но есть слабое место в крыше и также легко пробить лючок Также недостатком башни ИСа третьего является то, что в ней находятся сразу 3 члены экипажа Командир, наводчик и заряжающий И модуль боеукладки расположен по бортам самой башни Так что пробитие ИСа треть в борт башни означает для нас крит перечисленного модуля Но если это будет крупный калибр, то есть шансы, что могут взорвать и БК Но поверьте, на ИСе третьем это проходит достаточно редко Кстати, чуть не забыл, еще пару слов о броне Борт корпуса ИСа третьего порой пробить очень тяжело Казалось бы, 90 мм брони для ТТ восьмого уровня не так уж и много Но посмотрите внимательнее, в верхней полке борта есть экран Так называемый фальшборт, который имеет толщину 30 мм Он в середине пустой, он с легкостью съедает все фугасы и кумулятивы Если вы стреляете туда бронебойным, после того, как вы пробили экран 30 мм Вам еще необходимо пробить борт 90 мм Но этот борт внутри, за экраном, находится под диким наклоном Поэтому пробить его действительно очень сложно За что еще мы любим ИСа третьего? Конечно же, за его орудие БЛ-9, 122 мм ствол Косой и с долгим сведением Но советский вертухан на нем никто не отменял Залепить противнику домах на полном ходу, едва довернув башню в направлении врага Для ИСа третьего привычное дело И не важно, что сделал он это через полкарты Каким образом он это делает, непонятно Забейте, не ломайте голову Просто знайте, это дедовский вертухан Но не злоупотребляйте им Сто процентного эффекта в этой игре вам никто ни в чем не дает Что касаемо характеристика орудия ИСа третьего То оно имеет очень приятный разовый урон в 390 единиц С определенного времени это не самая большая альфа среди одноклассников Но тем не менее, она выше среднего И с конкурентами чаще всего размин будет именно в вашу пользу Более чем комфортное бронепробитие базовым снарядом 225 мм Голдовым снарядом бронепробитие 265 В плане точности у нашего орудия ужасные характеристики Время сведения 3,4 секунды Разброс на 100 метров 0,4 Радует, что ИСа третьего неплохая стабилизация И сведение начинает не с максимального круга разброса Из других характеристик хотелось бы выделить углы вертикальной наводки Ствол вниз гнется у нас всего лишь на минус 5 градусов И это не очень хорошо В секторе 20 градусов сзади угол склонения минус 1 Танк у нас имеет переднее расположение башни Поэтому если вы поворачиваете ствол назад Он просто ложится на крышу корпуса Поэтому такой маленький угол склонения Учитывайте это, если враг притерся к вашей корме Кстати, благодаря тому, что ИС-3 имеет переднее расположение башни Мы можем использовать в танковании прием обратный ромб Задом становимся к стене, немножечко доворачиваем корпус В итоге противник видит у нас только немножечко фальшборд и лоб башни Пробить в такой ситуации нас достаточно сложно Но освоить данный способ танкования, наверное, сможет не каждый Да и ситуации в бою, когда у вас достаточно много времени для того, чтобы развернуть свой танк Бывает очень редко Помимо всего, радует ИСа третьего его динамические характеристики Максимальная скорость вперед 38 км в час Назад 15 км в час Двигатель мощностью 700 л.с. имеет удельную мощность почти 14 л.с. на тонну Благодаря чему ИС-3 просто носится на полях сражений Мы без проблем можем позволить себе переместиться с фланга на фланг Даже быстрее вражеских тяжей захватывать ключевые позиции Ездить на ИС-3 действительно очень приятно Слабый обзор в 350 метров типичное явление для тяжелого танка Из дополнительного оборудования на ИС-3 я поставил орудийный досылатель Улучшенную вентиляцию и усиленные приводы наводки Как вариант, вместо вентиляции можно попробовать установить еще и стабы Из перков в первую очередь качайте шестое чувство и ремонт Перки на обзор нет смысла качать Возможно, более полезными будут перки на стабилизацию или, например, мастер тарана Танк имеет неплохую скорость, плюс масса танка почти 50 тонн Что касаемо боя, то у противника был перевес по топовым тяжам Также это был бой в топе На карте рыбацкая бухта мне не особо хотелось ехать в город Типичное стояло в бою в топе, но на том фланге меня не привлекало Поэтому я решил агрессивно сыграть на фланге СТ Или сольюсь при раше, или весь дамаг будет мой Учитывая, что в городе врага сдерживать было практически некому Мне приходилось на противоположном фланге торопить события И моя тактика на этот бой себя оправдала На этом у меня все, с вами был Слим Надеюсь, вам понравился этот гайд Не забудьте поддержать его лайком Также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые стримы и видосы До новых встреч, всем удачи в боях Всем пока!